Родители мальчика, который попал в реанимацию после оздоровления на морском побережье в детском лагере Ласпи, будут отстаивать его права в суде. На такую меру им пришлось решиться, потому что в правительстве Севастополя не считают диагноз, который врачи поставили после выписки из инфекционной больницы, следствием заболевания ребенка в лагере Ласпи. Это следует из ответов на информационные запросы, которые редакция НТС направляла в департамент образования и заместителю губернатора Юрию Кривову. Напомним, власти города были вынуждены приостановить работу лагеря спустя всего три дня после торжественного открытия первой смены с участием губернатора Дмитрия Овсянникова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В лагере массово заболели дети. Причиной, по информации Роспотребнадзора, стал золотистый стафилококк. Проверка прокуратуры выявила нарушение целого ряда требований санитарного законодательства. Лагерь закрыли почти на месяц. В отношении директора возбудили уголовное дело. Сына Лейлы Денис спасали в реанимации. Теперь его мечта стать военным и защищать свою страну под угрозой. Мама мальчика пытается добиться, чтобы власти города предоставили ее сыну путевку в санаторий, который специализируется на проблемах желудочно-кишечного тракта. С родителями пострадавших детей встречался заместитель губернатора Юрий Кривов. Согласно информации на официальном сайте правительства города, этот чиновник не только координирует и контролирует работу Департамента образования, которому подчиняется детский центр ЛАСПИ, и Департамента здравоохранения, но и несет персональную ответственность в своей сфере деятельности. Господин Кривов сказал, что губернатор распорядился выдать компенсацию и путевки детям, на что он не согласен. Он сказал, что он не согласен в связи с тем, что это создаст прецедент, и все побегут со своими бумажками требовать компенсации различные. Мы просили путевку в санаторий желудочно-кишечного тракта. У нас очень сильно пострадали внутренние органы, пищеварительные системы, очень серьезно пострадали. Чем мы сейчас лечением и занимаемся. Поэтому нам необходима путевка в санаторий. И в связи с тем, что ребенок получил стресс, ему необходимо быть каким-то взрослым из семьи сопровождающим. На наш информационный запрос вице-губернатор Юрий Кривов ответил так. Цитата. «Для предоставления путевки в специализированный санаторий необходимо соответствующее обоснование. По информации Департамента здравоохранения города Севастополя, выявленный диагноз не является осложнением перенесенного острого гастроэнтерита». Конец цитаты. При этом мама мальчика утверждает, до поездки в детский лагерь Ласпи он был здоров. Это подтверждают многочисленные справки, подготовленные для поступления в кадетское училище. Заместитель губернатора также добавил цитата. «Детям, которые получили путевки на первую смену, но не оздоровились, были представлены путевки на следующие смены». Конец цитаты. Кроме того, правительство предоставило возможность поехать в другие детские лагеря в Севастополе и в Патории и Саках. Однако с текущей болезнью мальчика, диагноз «дисфункция желчного пузыря» и «синдром холестаза», этот вариант категорически не подходит, утверждает адвокат, который представляет интересы семьи. Ему противопоказан обычный стол, который существует в детском лагере. То есть та пища, которую кормят, в данном случае, детей, она будет являться для него неприемлемой. Заниматься его лечением, соответственно, никто не будет. Данный детский центр не предусмотрен для этого. В письменном ответе от департамента образования также отмечается, что мальчик находится на наблюдении у врача-гастроэнтеролога городской больницы номер 5. В августе планируется повторная госпитализация в дневной стационар для обследования. И только после этого врачи будут принимать решение о необходимости направления мальчика на санаторно-курортное лечение. Впрочем, справку, рекомендацию для получения путевки в санаторий уже выписала детская поликлиника номер 2. Это еще одно подтверждение, что реабилитация в санатории необходима, говорит адвокат. Но она не предусматривает взрослого сопровождающего. А после происшествия в ЛАЗПе ребенок уже боится ехать куда-то в одиночестве, говорит мама. В ответе, который получила наша редакция, обозначена позиция чиновников по этой проблеме в целом. Вопрос компенсации морального вреда определяется в судебном порядке. И единственный орган, который имеет право определить размер компенсации, это Севастопольский городской суд. Мама пострадавшего мальчика сообщила нашему телеканалу, что заявление в Балаклавский районный суд подано в этот понедельник, но дата первого заседания пока не назначена.